Песня 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 Мы читаем главные от Луки Остановились на 18 главе 24 стиха Иисус, видя, что он Опечалился, сказал Как трудно имеющим богатство Войти в Царствие Божие Ибо удобнее в люду пройти Сквозь игольные уши, нежели богатому Войти в Царствие Божие Слышавшие сие сказали Кто же может спастись Но он сказал, невозможное человеком Возможно Богу Петуш сказал, вот мы оставили все И последовали за тобою Он сказал им, истинно говорю вам Нет никого, кто оставил бы дом Или родителей Или братьев, или сестер Или жену, или детей Для Царствия Божие И не получил бы гораздо более В сие время И век будущий Жизни вечной Толкование Не сказал он, что богатым Невозможно войти Но трудно Ибо таковым невозможно Спастись Раздав богатство Они могут получить Небесное благо Но сделать первое Нелегко Потому что богатство Связывает крепче клея И тому, кем оно Возобладало Трудно отказаться от него Ниже Господь объясняет Как это бывает Невозможно Если же удобнее верблюду Поместиться в угольные уши Нежели богатому Спастись А первое Невозможно То тем более Невозможно Спастись богатому Что же Нужно сказать Прежде всего То, что богатому Действительно Невозможно Спастись Не говори мне Пожалуй Что такой-то Будучи богат Раздал Что у него было И спасся Ибо он спасся Не в богатстве Но когда Сделался бедным Или спасся Как домоправитель Но не как богатый А иное дело Домоправитель Иное богач Богач Сберегает Богатство для себя А домоправитель Верно Богатство Верено Богатство Для других Ибо лучше Если мы Откажемся От всего Или если Не откажемся От всего То по крайней мере Сделаем бедных Соучастниками И тогда Невозможное Сделается Возможным Хотя Не отказавшись От всего Нельзя спастись Но по человеколюбию Божию Возможно Бывает Спастись И в том случае Если Несколько Частей Уделить На действительную Пользу Ты не на то Смотри Что оно мало Но что Это малое Заключило в себе Все средства Человека В жизни И что Как ты надеялся На многое Великое Так он Этим Немногими малым Надеялся Поддержать Свою жизнь Не говорю Уже о том Что имеющий Малое Имеет большую К нему Привязанность Это видно На отцах Имея Одно Дитя Они Обнаружат К нему Большую Привязанность Нежели Тогда Когда У них Детей Бывает Больше Так И бедный Имея Один дом И одно Поле Сильнее Их Любит Нежели Ты Многие Вы Понимаете Что эти занятия Свободные Здесь И женщина Может Поднять Руку Ответить Спросить Что-то Полное Молчание Когда Полное Молчание Совершенно Причина Кольтербе Все Знают Или Ничего Не знают Средний Обязательно Задает Вопросы Я просто Имею опыт Преподаваю В университете Школах Милиции В воинских Шестях На радио Вопросы Мне засыпают Вот у меня Ответ Только в сайте 4 624 Ответа Вопросы Тысячи Так это Малая часть Того Что задают Почему Он Прочитал Это все И ты Упустил От самого Начала Что-то Домоправитель Одно Богато Другое Как это Так По порядку Начнем Ты домоправитель Или богатый А он здесь Разделяет Резко Сидишь Слушаешь И еще Немного Не задаешь Ты сама Себя Определи Кто ты С твоими Гусями С твоими Родными Кто ты Домоправитель Или Любитель Богатства Домоправитель Скорее Сказания Все Можно Языком Без костей Почему говорят В любой дырку Прорезет Понимаете Все рассуждения Упираются В два слова Совесть И Евангелие Я совсем Согласен Солотаусом Но когда Просчитал У него Что Евангелие Вторичное Я подумал Ошибка Какая Вторичное Значит На втором Плане Он говорит Нет На первом Плане Не Евангелие А совесть Я стал искать Определение Совести Вава Исаа Ивава Это Святые Отши Это Не Отсюда Не из Библии Я нашел Такие Пространные Объяснения И не удовлетворился Стал Из жизни Смотреть Все И вырвал Свой Аполизм Что Какой совесть Такой Что любому Понятно Сейчас Просим Антоний Великий Говорит Так Я тебе Так Позги Запудришь Что ты Забудешь Куда Идти Домой По Какой Дороге Ступать Они Отмечают Так Как будто Их Здесь Нет Особенно Семен Новый Богослов Исааки Сири Это Особенно Два Это Вам Кажут А я Слышал Исааки Сири Исааки Это Не через Дорогу А Исна Сирия Где Сейчас Война Сирия Сирия Это Земля Дала Таких Больших Святых И Он Когда Об этом Говорит Даже Не Знаешь Есть Люди Которые Знают Другие Языки Маленько Я Маленько Знаком С этим Язык Знать Это Не Как Вы Хорошо Знаете Я знаю Если Он Так Сказал Я понял Что Он Вообще Ничего Не знает У меня Знание Для того Чтобы Договориться Пойду Сделать Работу Там Даже Могут И не Определить Что Они Не Их Национальности Но Когда Я Дальше Погружаю Знание Языка Как Переводят Как Феофан Затворник Э Брат И Пойдет Феофан Затворник Переводил С Оригинала Греческое И Говорит Это Был Архиепископ Басилий И Он Говорит Дошел До Семена Нового Богослова Стал Переводить А потом Прикатил Переводить Испугался Феофан Затворник А почему Ну это же Никоньянин Это намного Раньше Туточник А старом Рец Могут Перевести Нет Конечно Для этого Нужно Громадное Знание Ученость У них Ничего Нет Лежало Лежало Дальше Но Он Перевел Когда Первые Места И он Понял Давать народу Нельзя Это В народе Паника Начнется Что вы Неверующие Совершенно То есть Он доказывает Что вы Неверующие Ходите В церковь Почищаетесь Вы Неверующие Ты Меня Понимаешь Что я Звонил Такая Глубина Я Насчитывал Это Все На Пленку А Насчитывать Это Не Считать Он Считается Сейчас Хоть Как Бубни Поняли Не Поняли Мне Нужно Так Посчитать Чтобы Любой Понял Что Я Понимаю Что Я Считаю Добротолюбие 5 томов А Выше Я Никогда Не Ложусь Здесь Специально На Меду Готовят Мне Раскор Чай Где-то Попит Я 20 минут Читаю Вырубился Полностью Сразу Ложусь И Как Мертвый Сплю 20 минут Опять Начинаю Читать Через 20 минут Я Полностью Вырублен Мозгов Не Хватает Я Уже Чувствую Я Уже Начинаю Я Я Шевелить А Смысл Не Доходит Вот То Что Я Говорю Это Во мне Один Человек Никогда Не Скажет Он Этого Не Знает Я Могу Говорить Я Страдал Об Этим Я Болел Этим Как Будем Донести Это И Остановился И Перестал Переводить Народу Дать Это Весь Народ Поймёт Они Неверующие А Можно Делать Чтобы Перевести Все Приняли Это Верующие Это Работа Это Работа Не Службу Отслужить Это Не Просто Собраться Просчитать Этим Жить Надо Почему На Первое Место Выходит Совесть И Совесть Тебе Будет Руководить А Евангелие Подтверждать Что Правильно Идёшь Все Время Селеть С Евангелем Будешь Но Как На Примере Очень Просто Мы Едем На Машине Шофер Сижу Я Посередке Вдруг Стоит Человек Я Потом Обозначу Цифрами Названия Кто Этот Человек Что-то Раздаёт А Там Медленно Едут Машины Он Раздаёт Одному Там Что-то Написано То Другое И Что-то Сказал А Я не понял Буртул И Всё А Который Самой Человек Хотел Завернуть Я не знаю Шофера Решите Что там Было Он Хотел Завернуть Направо А мне Говорят Направо Нельзя Заворачивать Сегодня Там Полицейский Стоит А Штрапами Такими Давят И Когда Поехали Среди Других Машин На Движение В одном Направлении Четыре Ряда Идёт Машин Из него Не Выбежишься Он Глянул Полицейский Это Может Метров Пятьдесят От Поворота Полицейский Стоит Там Уже Машин Сколько Поставил Которые Штрафовать Надо И Мы Дальше Поехали А Шофер Мне Говорит Ой Как Он Нас Спас Сегодня И Поехал Туда Круг Еще Проехал На Эту Улисю Я Говорю А зачем Обратно Отблагодарить Этого Человека Который Стоит Здесь И Он Опять Мимо Его Проходит Он Много Машин Предупреждал И Говорит Ты Уже Сказал Дает Денежку И Говорит Да Ты Тебе За То Что Ты Предупредил За Рулем Сидел Человек Который Сегодня Митрополитом Стал Вот Где Столкнулись Наша Обыденность Он Что Сделал Ну Твое Дело Я Тебе Не Ставлю Стоят Предупредил Совесть Сказала Он Тратит Время Среди Машин Подвергает Жизнь Опасности Я Незнакомый Человек В какой Жене Благодарность Свиньей Буду И Он Развернулся Круг Сдел И Отблагодарил Этого Негра В Горде Нью-Йорке Орлов Никита Теперь Митрополит Антоний Это Совесть А теперь Мы по Евангелию Смотрим По Евангелию Я Не Нахожу Как Быть им Благодарны За Все Бога Благодарить Ему Не Написано Каждому Человеку Я Должен 100 Доллар Давать Нет Ну А Когда Думаешь А Как Мог Благодарить Поехал Совесть Я Неправ Я Не Думал Что Я Деньги Дал А Вы Что Обманывают Сказал Полицейский Никого Нет Здесь Все Доказано Я Стал Об Этому Размышлять И Понял Вот Что Первичная Евангелие Евангелие Только Подтверждает То На Что Совесть Нас Подводит 3600 Лет Назад Можешь Себе Записать Появилась Первая Книга Библии Бытие Она Наверное Идет Только С книгой Ио Примерно А Жизнь Она 7500 Написана Это Моисей Написал 2000 Лет Назад Христос Родился 2017 Год Тысячу Лет До Христа Давыд Был А 600 Лет До Него Был Моисей Вот Теперь Считай Как Желовищество Жило При Счет О Тысячах Годах И Не Было Ничего Написано Не У Адама Как Совесть В Совести И Павел Пишет В 11 Главе Она Говорит На небе Ни одного Человека Не будет Без Евангелия Будут Многие Почему Отец Как Это Не Слышали Он Поступал По Евангелию Не И Закон В нем Написан Внутри Его И От Совести Усудила То Оправдала И Я Тогда Решил Что Такое Совесть Я Вот Где Поступал Говорил И Когда Этот Аполизм Мной Наработанный Говорил А Как Нашли Путем Тщательного Исследования Я Сказал Совесть Можешь Записать Себе Совесть Первое Это Тот Участок Души Через Который Слышится Голос Божий Не Душа А душа Она И руки И ноги И все Остальное Имеет Участок Души Я не знаю Как назвать Я не знаю Что это Слух Глаза Через Который Слышится Голос Божий Это Совесть А человек Бывает Сожженный Совести То есть Он Раз Обманул Другой У нас Отец Не знал Это Почему Не знал Он Говорит Что С него Спрашивают Он Совесть С соплями Сел Когда Был Бладемец Когда Еще Сопли Текли Он Сожрал Ее У него Нет Совести Он Изверюжил Совесть Свою Как Змея Продвела Когда Ее Проткнешь Держишь Она Выход Только Один Просить Об Поступать По совести Да Будет Воля Твоя Как По совести Определять И Хлеб Наш Сколько Хлеба У меня Житнесы Пей Ешь Он Думает От этого Великие Годы Ему И тут Было Жить Обрезал В эту Ночь Уже Все А Что Там Тромбоз Инфарктов Причин Там Много Люди Умирают Ну Умер 185 тысяч Под Иерусалим Шангел Пахнул Еще А Что-то И все Лежат Кто Рот Раскрыл Кто Закрыл Тысяч 185 тысяч Это Даже Под Сталинградом Каждый день Столько Не Умирало Вот Когда Вам Все Это Думаешься А Где Совести Кто По Совести Поступил Гитл Или Сталин Дальше Начинаю Выслить Большими Категориями Не Тот Не Другой Сталин Готовился Напасть Через Две Недели Все Было Подготовлено Чтобы Бросить Туда Полтора Миллиона Парашютистов Сегодня Все Это Доказано Теперь Все Историки Понимают А Кто Первый Открыл Виктор Резун Резун Видимо Пседоним Суворов Подписывает Все Было Подготовлено Уже Солдатам Были Даны Книжечки Как Спросить Напиться По Польски По Венгерски Куда Запрасывать Думали Гитлеру Выхода Никакого Не Территория Воебать Нет Он Першая Ночь Сжег Сем Там Больше Двух Третьей Самолетов На Аэродром Сжег Выбрать День Какой Со Всеми Колдунами Пересоветовался И как Похожи А Этот Как Два Змея Начинается Предисловие Когда Аман Боролся С С С С Мордахеем Это Два Змея Схватились Между Собой Два Видения Видел А кто Оба Не Правы А Какой Вывод Вывод Такой До Этого Все Прошло Время Подготовительное Ушло Вот Сейчас А на Нас Нападут А на Сами Так Сделают Сейчас Показывают Ролики Выставляют Хрущев В Америке Когда Тогда Ездил Это Был Очень Такой Сильный Шаг Что Позвали Его В Америку Это Главный Враг Был И Он Там Уступает В Поверьте А Его Подзуживают Там Это 5 тысяч Что Человек Были Обнаружены Которые Хотели Его Застрелить Тысяч И Снайперы И Все Сумели Они Его Везли Как Корабушки То Он Наконец Поднял Такую Пущу Меня Что Привезли Парить Эти Железных Машин Зачем Я 12 Часов Летел Сюда Я За 10 Обратно Улечу Так Мне Надоели Вы И Тогда Его Выпустили На роду И Все Заснято Тогда Заснято Такими Аппаратами Еще Одна Поддальщица Стояла С прилавка А он Что-то Попушит Какая колбаса Что-то Сосиски Дали И он За руку Взял Он За руку Взял За руку Побежала И в обор Упала Над ним Смеются Не смеются А он Смешить Умел Вот В Лос-Анджелес Привезли А там Все Это Все артисты Все Мира Болливуд Ну и Такие Там Показали Это Мне Неинтересно Многие Поднимают Женщины Там Проще Настоящие Покажите Где-то А что А мэр Города Говорит А вот Мы Говорили Что Мы Русские Похороним Вас Он Говорил Ну Как Говорил Где И он Тогда Ответил А тут Я Мэр Из Бедной Семьи Я Вот Теперь Мэр Города Я Начал Работать И ползать Начал Говорит Уже Водился С маленькими А я Главное Какой Держава Которой Вы Трясетесь Боитесь И тут Сел А Мэр Города Что Подсмеиваться Начал Ну Он Ему Ответил Ответил Ну Маленьку Погодя Он Хотел Посмеяться Он Его Осадил Знаешь Говорит Это Все Снято Как Он Говорит Он Хотел Меня Оскоробить Хотел Пер Да Усрался Вот Теперь Переводите На своем Музыке Говорит Это Крущев Глава Ничего Говорит Не Получится Мы Не За Этим Приехали Но Хотел Отзнать Ваш Народ Там Канул Фермер С Которым Знаком Вы А Там Корреспондент Мы Все Коре Кукурузы Перепостали Понимаешь Как Вот По совести Жить Коммунист И призывал Здесь Поступить По совести Я Это Все В совокупности Брал И Видел Да Грубовато Но Смысл Очень Понятен А Зачем Вас Мерить Я Ваш Гость Вы Знаете Меня Пригнашали Вы Мне Покажите Свою Радушие Чтоб Я Увидел Действительно Вы Достойны Того Чтобы С вами Общение Иметь Что Такое Совесть Отначе Говорит Богатый Богатый Это Разбогатеть Для себя А Домоправитель У меня Богатство Есть Досталось От кого-то И он Участвует Везде Всем Помогает Распоряжается Как Домоправитель Разница Большая А я Все равно Богатый Буду А за счет Чего Ну Вот Там Такая Махинация Курс Денег Где-то На курсе Денег Меняется Сегодня Доллар Стоил 58 А Завтра 68 Они Заранее Предупредили И он Покупает И покупает Эти деньги Все Это На обмане Все Все Не на совести Битва По Приват Орлова Наполеон И была А он Стоял Все время Он еще Не банкер Был Он уже Все высчитал Какой Курс Будет падать Битва Выиграна Или проиграна Все знают Наполеон Выиграет И поэтому Уже Вверх Поползли А одни Деньги А другие Пониже Стали И только Через день Узнали Что Битва Проиграна А он Устыл Все По малому Курсу Наступить И вот Как Получил 40 Вверх По Совести Это Так Как Ты Не Хочешь Чтобы С тобой Поступали Которые Бессовестные Люди И ты Так Поступай Ты Хотел Чтобы Тебе Были Благодарны Да Поступай Так Не делай Прежнему Того Что Себе Не Желаешь Вот Теперь Это Вошло В русло Вот Так Поступай Ты Ты Хотел Чтобы Тебе Господь Послал Облегчение Да А тебя Просили Молиться Да Я Как-то Засуетился Забыл Раз Забыл Да Два Забыл А Тем Забвение Дается А тебе Также Забыли Вот И все Уравнялось Маленькая Болячка И никак Не избавишься А Когда По совести Все Я хочу Чтобы Я Сказала Помолиться Она Подошла Сегодня Ну Как Там Дела Ваши В городе Получше Стали Получше Там Угрожали Вот Она Помнила Это А Я Вернулся Решил Зайти А А потом Дым Нет Я Скажу Она Волиться Не Будет А Дело Это Идет Об имении Там Пожар Угрожают И Ходили Люди Все Это Засняли Я Прошел В прокуратуру С пожарниками Связался С полицией Вот Я Возил Игорь Недавно Туда Вернулся И Как будто Облегчение Прошлую Субботу Ровно Неделя Раза Пять В прошлую Неделя Кто Зазвонит Так С вами Прокурор Говорит Откуда С Барнавола На вас Столько Жалоб Поступило Приготовьте Завтра Чтобы Были Дома Мы Приезжаем И Трубку Сразу Положили Я Подумал В субботу В прокуратуре Делать Еще Да Не На пляж Уеду В субботу На субботу За мной Много Жалоб Ни одной Жалобы Второй Ни сходится Третий Он бы стал Объяснять Памиль Или Ничего Нет Скорее Положил То есть Более Боится Открыть Но На всякий Случай Я Все Убрал Если Если Они Будут Делать Обыски Или Какие Ничего Чтобы Не Было Но Ничего И Неделя Прошла Оказался Обман Обман Затем Зачем Зачем Дала Зачем Одного Отпустила А Его И Встретил Как Он Убежит 13 Детю 5 Лебенок Никак Но Сидишь Не Была Сидя Раскатова Дальше Вот В этом Есть Смысл Ты Богат Разбогател Говоришь И Девчон Не И Не Не Нуж А Не Знаешь Что Ты Несчастье Нищ И Слег И Наг Характеристика Божья Характеристика Наша Я Девчон Не 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 Нуж Видишь Что Как Стоит Вот Думают Вопрос Задают Надо Ли Это Понимать В прямом Смысле Вот Иисус Сказал Раздай Все То 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 Разбогател Или Чуть появилось Раздавать Что Ли Все Должен Там Человека Конкретно Больше Этого Не Раздавали А Были Которые Так Понимали Понимали Написано Продал Имение Варнава И Положил Когам Костол И Сам Костол Отдав Корова Да Бери Корову Да Сам Плу Поле Теленок И Теленок Забери Раз Он Ребен За Матерью Все Кончилось Да Так, а жена-то понимала, детей надо кормить, а она-то давай, говорит, пополам разделим. Своё ты как хочешь, ещё с тобой разговаривать. Ну, а это наши с ребятишками. Хорошо. Ой, очень ели, опять ещё нет. Он пришёл. А обычно-то я завтракал в это время, они едят. Дети, ну не как отца, может, как странника, примите за стол. Ну, я же вас привлечил, странников принимать-то. Как странник, стоит у дверей. Теперь никто ещё не знает, что дальше будет. А далее царю будут искать невесту, и в его доме найдут. Там воспитал таких, вся вселенная знает. Но она выйдет замуж из-за такого, от которого плакать будет. Он пожелает от неё избавиться. И всем людям показывает какой-то бутылёк смутной жидкости. Она мне отравить хотела. И вот выступает под защитой его там, кажется, епископ и говорит. А она сегодня кто? Царистка. А с кем она хотела познать это? Своим начальником. Ну, что вышло? Ну, полковник, а этот царь? Она тебя отравила, допустим, тебя отравила. Дальше шла она будет. Только женой полковника. Чего ты городишь-то? А он влюбился там в свою пиодотию, говорит. Ничего про неё не верит. А дальше уже история пошла Богом. Оставил её. Одна осталась Мария. А Господь покажет, что он такой был. Всё не по совести. Не по совести поступят и с ним. Это же часть святых, говорит. А вот, как, у соседей где-то там идут эти, которые жён ищут, красивые девушки. Ну, вот как, астерия была не водная, а истерия-то хорошая. И говорят, а у вас есть девушки? Да тут есть они, но ты не бедная-бедная, чтобы он всё раздал. А вон в здании крыши, видишь, какая крыша у неё крыта? Как она называется там? Хастик или чём? Там в этом доме что-то есть, говорит. Они где-то не появляются. Пошли туда. Зайти там, послы зашли, и дальше никуда не пошли. Больше такого не найти нигде. И сосватывали. Но ещё никто не знал, что за это. У неё выбора-то не было. Бывает иногда, вот когда считаешь, как будто картинка какая-то. Вот отец делал деление, это имение своё. Сынок тебе вот дают то-то, это-моё-то, это-моё-то. А дочери ещё не дают. Теть, а я-то как? Дочка. Тебе Бог дал красоту. С красотой ты найдёшь всё, что есть. Поэтому тебе этого достаточно. И правда, она стала царицей. Но характер был у неё. Отец у неё был волшебный, главный колдун. Характер был такой. Её зовут, кто знает как. Её по ней зовут Евдоксия. А у нас пишут Евдокия. Это главная гонительница Иоанна Златоуста, которая его сверла. Вот из грязи, как говорится, подняться как. И опять же, богатство всё это смутило. Это она. А у неё много было слушателей, когда Иоанн Златоустойко вернулся из ссылки первый раз в землетрясение, там она трясла, весь город рушился. Его вернули, и он в первую проповедь начал говорить. Его Иоанн Златоуста, он говорит, опять Иеродиана, без слоица, головы Иоанна ищет. А те прибежали. Ваше царское величество. Он опять против вас говорил. Где он говорил? Ну Иоанн, креститель, Иеродиана ищет. Но всем понятно было, куда намёк. И его опять в ссылку. Понимаешь, такие удивительные истории, где люди поступали и по совести, и не по совести. Иоанн Златоуст такой был смен, он и сегодня правители в пух и прах разнёс сегодня. Что вы делаете? Сейчас говорят, пренсионный возраст повышать будут уже сколько. Правда ли? Платить-то нечем. А сколько будет рокот? А что ты сделаешь? Повышать, если уровень жизни повысили, и у людей срок жизни другой. У нас средний возраст жизни 56. Это она благословенная, так живёт. А в Японии 86. Там может и в 70 лет пойти, ещё 16 лет. А здесь, если 70 лет, и княто пенсионера, может, не будет. Кто будет получать пенсии? Так что, видишь, как вы видите, всё это и богатый, и домоправитель, и совести, и бессовести. Никто не видит. Один ночью упал осёл. А в костюм-то я его узнал, у него пятно две порина, правое ухо на левое одно. Это моего врага. А разумеешь его? Вот. А совесть говорит, наоборот, пройди и скажи, пусть он сдохнет здесь. А вот здесь по совести. А дальше Евангелие будет это всё говорить. Не желай гречного того, чего себе не желаешь. Евангелие закрепило только то, что в совести было. Совесть надо всё время тревожить. Ломать. А если я был неверующим, как бы я поступил? А если я сейчас неверующий, так ли поступаю? То есть сравнить, как Бог говорил, и по этому эталону, даже карикатура одна только, не больше, как эти молились. Я вот кое-кого не вижу сегодня здесь. Сегодня с нами мальчик стоял там рядом. Владимира Надежды Васильевны что-то нету. Она его дёргает, ну, и как его он заново повернулся, комаров ловил, и всё. Когда в большинстве из-за детей вышел, я пытаюсь его задержать, стоять. И как его вокруг меня вот так. Это из дома идёт. Это та картина, которую он видит. И что все дети могут быть послушны, не знают. Не знают, но уже печать на нём стоит. Печать. И он где-то, каким-то образом, наткнётся на то, на что нельзя натыкаться. Обязательно. Видишь как. Интересно, в одном житии написано, дети играют в церковь. Как дверь была открыта, почему они в церкви-то оказались? Играют. И он в Алтане, наверное, и под престол залез, где батюшки там дары, там и всё это, где-то. Ну, и он ждал, да ждал, да и заснул. А служба-то началась и пискать, всё служит. И он оттуда выглядывает под покнота. Он говорит, ну, как тебя звать? Он говорит, тихо, тихо. А как ты попал? Да мы в прятушки играли, я уснул здесь. Так, возьмите на учебу. А потом, я знал, может быть, Шукунова сделают. Это будущий митрополит. На него внимание обратили. Он не в чужое хату залез, а всё-таки в храме был. И он знал, что Господь сохраняет его. Был один человек, гонитель, власть имел такую, военную. Игнал в Златоусте и церковниках. Налоги налагался в разное. Ну, вот случился перевар, вот он евнов был. И его ищут только убить. Он не знает куда. А Ярд Златоуст, ввели правила. Человек, которому угрожает смерть, имеет право обижать в храм. И тут под защитой, пока не разберётся его дело. Под горячую руку-то можно знать, что натворить-то. И он его спрятан. И храм не пускает. Ну, в холете-то надо. У него грязка прикроет, сходит, а обратно заведёт. Он так держался за ним, вот ножками так шевелил. И он говорит, вот как Бог сильно сделал. Главный, который наш гонитель, оказался под нашей вязкой. А теперь ищет спасение. И теперь он говорит, хороший закон, что не убивает, но пока разберётся дело. Ты не знаешь, где упасть, где салон-то поселить. Совесть тебе подсказывает. Хорошее право. Да, хорошее. Хорошее. Не такое, как неподсуды там, или как депутаты. А там уже половина жуликов, судимых, уголовников собрали. Вот слово сказать, когда Горбачев начал, перестроен. Мне всё понятно было. Я одно не понял. Депутаты выступают. Зачем депутаты? Такие деньги платят. Зачем? Я не скрываю, не понимал, их не было. Никто не знал, чтобы депутат бы выступал, не соглашался. До драки находил. Депутат депутатов бил, как на трибуке. Вот ты помнишь, что не стройка-то была, они там ловили. А теперь я понял. Понял. Вот учитель, какой акад умеет. А у руководителя у них, который дадили Саши, три с половиной миллиона в десять. За склада. Три с половиной миллиона. Депутаты нужны ничего. Теперь я понял. Потому что они около президента. И чтобы проголосовали за любое решение, а тебе деньги будут платить. Любое. Всё кончилось. Вот я понял это, когда уже начались действия этих депутатов. Они поддерживают любое беззаконие. Против совести. Про одного прочитал только в Томске. Я его ещё не знаю. То ли у него ног нету, или что-то. Калека. Его избрали. Его угнулили сто раз. Но его жалеют. Он коллега. Кто бы ни обратился за помощью, он до конца доводит и выигрывает. Депутат говорит, это они, которые в стране может есть такое. А мне говорят, я отжил всё равно. Человек пришёл с мужа. Я говорю, зачем он коллег пришёл? А сегодня в войне тут, ладно. Депутаты проводят любое решение. Сейчас проголосовали. Вводить войска в Крым. Поголосовали. И дальше в любое место. Ну, поделись. И уже через день начали наголосовать президент. Они от этого войска не имеют права. Там, клиента, подговорили. Она от этого, я не знаю, 10 или сколько миллионов денег в месяц получает. Они проголосовали. Руку подняла 15 миллионов в кармане. И антицинфы не определённые, но миллионные. Лужкова отправили на пенсию за недоверие и назначенную пенсию 253 тысячи. За недоверие. И вот ты всё это, когда имеешь, ты открытие в око, будешь смотреть и понимать. Господи, как здорово, что ты совесть дал человеку. И ты поступки можешь идти рассматривать только во свете Священного Писания. А совесть твоя должна сказать. Вот я первый раз, 27 сентября 6-го года, дали мне Евангелие, Новый Завет. Я стал Новый Завет читать. И вот для меня не буквы. Буквы я знаю. Для меня это вот, я один в комнате, они обедать пошли, а мне дали Новый Завет. Первый раз в жизни я его открыл. А в Рабраде Дилусампе. Да не может быть, как же, мужик, мужик, они рожают. Уж вот я знал. А когда дальше пошёл, а Рождество Христа было так. Я давай скорее выписывать. Уезжу, выписывать нечего, с 18-го стиха и дальше. Тут всё Божественное. Но во мне совесть заговорила. Это не слова человеческие. Это Бог говорит с тобой. Как будто бы, как будто я не слышал, как будто бы голос. Я считаю, для меня как будто бы голос с неба звучит. И с тех пор, по свой дешедине. Я понял, у меня нет веры. И первая молитва мне сказали, прости, с чего ты хочешь. Я сказал, у меня веры нет, поверить всему, что написано. И как стали молиться, я как эхом вот так вот обнялся. Верю, верю, верю. По сегодняшний день. 55 лет. 56. Верю. Вот это верю каждому слову, написанному здесь. Вот что-то сказали, не так. А где же про это написано? Я знаю, где-то написано, но не знаю где. И вдруг как свет такой озарит. А теперь же смышляю. Я работаю, всё, голова там. И с первого дня стал просить, Господи, дай мне такую работу, чтобы головой не думать. Ну что ты, строгай, пол, стекли, там, делай, бетон. Вообще думай-то, думай. Я всё знаю. Бери больше, кидай дальше. А сам на это время эти стихи размышляю дальше. И вот так. Прочитал утром? Вот батюшка мы тогда были. Он ещё помоложе меня был. И вот мы едем на велосипедов куда-то. На картоночке написано. Прочитаешь. Раз выскочил. Прочитал местописание, которое утром читали. Вот у меня у Володи, у него салай пачки. Он пишет или это пластырь, или как там скотч называется, зад, глеивает. Я в опытом делюсь. А совесть, совесть подсказывает, это так. Это голос моего отца. Голос. И поэтому запомнить нельзя. Это невозможно. Господь в лучший момент самый священный. Вот у меня не один раз было. Спрашивает что-то ветхозаветное. Но ветхозаветное, потому что не толковало. Я ее любил, допустим. Спрашивает, я ответил, а как вы знаете? Я не знаю. А вы считали Феодорита Кирского? Нет. А это у него толкование. Другие говорят, еще толкование. Господь открывает. А я его не считал никогда. А почему общая конструкция? Ни одно местописание, другому не должно быть его речи. И везде по совести. А совесть себя подставить так. Замолчи! Будут бить. И наказали строго молчать. Кого слушать больше? Бога или человек? О, и все. Мало ли. Нам кажется, что особенного здесь? Вот и пришла, помолилась сюда. А другой-то пришел и не помолился. Испугали. Прийти в храм, помолиться нельзя. Только она ее там держит. А пойдешь, отлучим. Причастия не дадим. А законно? Незаконно. Незаконное отлучение падает. Второзаконие 19.19. Это Бог, кто делает. Это шаг. Это шаг мужественный. И дальше Господь тебе больше и больше будет доверять. А то, что скажут сегодня, это сегодня. А завтра все может быть по-другому. Понятно? Понятно. Бог дал, я говорю, всем совесть. Интересно, получается, иногда даже безбожники лучше поступают по совести. То есть совесть-то у всех одинаковая, если это голос Бога. Ну как бы. Только кто-то ее замылил больше, наверное, да? Потому что некоторые безбожники поступают намного лучше, чем те, кто называют себя христианами. Иногда. Иногда, да. И удивляешься, думаешь, странно думаешь, так ты безбожник, и ты так поступаешь. Я надо того с этого объяснять так. Мне говорят, есть неверующие, которые поступают выше. Это мысль подавка. Он говорит о том, что есть верующие, которые поступают плохо. Это моя паспортная, я это знаю. Но что неверующие поступают выше, я этого сказать не могу. Почему? У верующего три причины, что будет по совести. В первую очередь, ему грозит наказание ад. Одна мать, мать это благородная наша, Мария Боровна. Второе, награда, обещание будущих благ. И третье, вспомоществующая благодать Божия. Господи, помоги, я побежал. Сестра, помолись, мы поехали. Мы поехали. В этот день я был в пожарной, был в прокуратуре, был в полиции. А в полицию на крыльце остановился, я говорю, я дальше не пойду. Вот сейчас есть, друзья. Почему? Адвоката вызвать. А где телефон? Я приехал. А Севастьян, Севастьян недалек, он пришел. Теперь разговаривает с ним, а Севастьян мне передаст. И они быстро договорились. По совести, это, ну какая совесть еще? А если совесть тебя тревожит, и среди ночи ты встаешь? Ну тебя поручили. Мы едем дорогой, работу свою распределили. Только останавливаемся где-то мы. Находим где-то участок, там лесополоса. Мне делать печку и затоплять. Воды у нас с собой много. Дальше работает кто, с кем мы поехали? Витя Савчин. А когда-то ездили третий кур, было еще один, пятеро. А потом только двое, и третий шофер. Вот, это по закону уже. Это лишние мерзаки, и не взять могли. Распределили. Я делаю свое дело, копаю туалет. Еще. А зарывать будет другой. Мы уезжаем чисто. Ни кожурочки, ни бумажки. Нигде ничего нет. А теперь по совести начинаем рассуждать. Вот надо сделать печку. А почему я? Почему? Я вопрос не должен ставить. Я говорю, тогда так, знаешь, Игорь, на тебя обязанность быть. Как-то ложиться спать, и он тебе собака привязан, ты должен собаку обойти, и нашу машину, и считать. Три раза до воскресенья Бог. Согласен. Я дружу, что-то собака заворщала. Он лег спать, а не с Николаем в палатке. И вспомнил. И он в одних трусах, как обограв, там вот так. И он вышел, он там вот согнулся. Он не видит, что я за шторкой-то смотрю на него. Он согнулся и на молитву читает, и на своих длинных ходулях, говорит, вокруг идет. А собака на него что-то... Это что, это по совести? На нем обязанность. Он уже, может быть, заснул игру, вспомнил, из палатки вылез, и на что несмотря. Это совесть. Иногда совесть так действует, что человек еще не может сделать. Написано, страшно впасть в руки Бога Живого. И он в полном достатке, не выдерживает. И сам на себя наукладывает руки. Юда пошел удавился. У него все и деньги есть. Христос ему не нужен. Он не выдержал угрызение совести. За что? Где? Вот так. Я вам рассказываю, как ко мне пришел человек, который травил голубей и прочее. Что совесть? Совесть он глаз не может. Я унял ее и говорю, забудь. Мне это, у меня еще голубей есть. А ты просто молись, что тебе Бог. Юрий Тихонович, ну у вас ведь, вот голубей по траве была года три назад. А вот это сено, это в прошлом году, разве это один и тот же человек сделал? Вот это? Да. Он что, в разные годы? Да. Ну я так думаю, что этот человек был у вас в лагере. Ну он сознался. Сам пришел. Мы сидим, кажется, за обедом. Мне сказали, он пришел. Я не знаю кто. Я вышел. Стоять я говорю, а зачем ты? Я вот хотел сказать. А что ты хотел сказать? Где за стол? Да нет, я за стол не сяну. А что ты? Ну у вас от голубей-то тогда травеют. Так это я был. А зачем ты это сделал? Я не могу сказать. У него слов нет. А потом я вот там сжел цены. И вот этот камень-то развалился. Это я тоже сделал. У-у-у. Да зачем же ты камень-то? Причем тут камень-то тебе идут? Я не знаю. Я бы не вопрос задал. Кто знает про это еще? Никто. Это совесть. Совесть пригнала его, чтобы прийти. Я говорю, успокойся. Я его обнял, поцеловал, помолились. Иди с Богом. Забудь. Это не забываешь, что я делал? А совесть и успокой. И вот там все. Зачем тебе это? Ты же можешь что-то попало сделать сейчас. Ты понимаешь, что я говорю? Вот так. Мы не можем читать. А мы считаем, мы не просто так считаем. Мы входим в жизнь. Мы все неоткрытие. Вот так. Давай считаем. Не читай. 31-34 стих. Адозвал же 12 учеников свои, сказал им. Вот мы восходим Иерусалим, и совершится все написанное через пророков о Сыне Человеческом. Ибо предадут его язычникам, и поругаются над ним, и оскорбят его, и оплюют его, и будут бить, и убьют его, и в третий день воскреснем. Но они ничего из этого не поняли. Слова сии были для них сокровенны, и они не разумели сказанного толкования. Немалая польза была тогда, когда они впоследствии вспомнили, что сбылось именно то, чего они не поняли, когда предсказывал им Господь. Я так понимаю, это все по Божьей воле, и было скрыто сначала, чтобы, ну, там уж панику не вызвать, может еще что-то нет? Тут еще не понимать-то. Меня убьют, я воскресну. И не могли понять. Все закрыто. Ну, у них другие были представления, до самого последнего конца у них другие были представления о нем, что как-то царь там. То, что его убьют, наверное, вообще не входило в их понимание. У святых жития написано такое, послали такого человека убить его, святого. А тот зашли и заходит, и киржаву так сзади держит. Только осталось ударить. Он его пригласил, но у него руки задрожали, он не смог сделать это, а потом сознался, он говорит, давай вместе молекции. Господь делает это. А тут уже знал, накатывай, только не разговаривай, смотри, не разговаривай, а потом тебя заколдует, и ты забудешь, зачем пришел. У меня в жизни было такое. Ты это прочитал, все? Все не разумеет. Теперь мы знаем. Я говорю, вот еврейка у нас была, поэта Соломоновна, и она признает хрестиве Христа, но что он Бог и признает. Я смотрю, она у нас стоит, и где вера в Бога истина, Бога истина, она эти слова не поет. Я отдельно с ней решил поговорить, она, ну, у нас так принято, что он и обещанный мессия, да, но не Бог, Бог. Я говорю, не знаю, а вы бы его приняли, вот когда Музакеев был, принял, а вы бы приняли, что это Бог, я, нет, не принял. Ну а что ты меня спрашиваешь? Теперь я приму, теперь я когда все знаю, символ веры, и все, ну тогда я, не скрывая это, я бы Христа за Бога не признал, его ни один ученик не признал. И Петр, не знаю, еще говорил там на горе, как Бог, Бог, который мир сотворил, вселенная, которая конца края не имеет, и он у меня за столом сидит, да что смеешься надо мной? Теперь я знаю, Бог и человек, по человечеству был, тогда этого слова «богочеловек» даже не было нигде, и поэтому судить нельзя этих людей. Им тяжело было это применить. Очень даже. Когда он сказал, Господь мой, Бог мой, он сказал, что он еще вкладывал в это, потому что князья все назывались богами, и вот князья народа, вы боги, но все вы умрете, описание говорит. Богами назывались, и поэтому с большой, с маленькой буквы он имел это в виду. Читаю. 35-43. Когда же подходил он к Иерихону, один слепой сидел у дороги, прося милостыни, и услышав, что мимо него проходит народ, спросил, что это такое? Ему сказали, что Иисус на заре идет. Тогда он закричал, Иисус, сын Давидов, помилуй меня. Шедшие впереди заставляли его молчать, но он еще громче кричал, сын Давидов, помилуй меня. Иисус, остановившись, велел привести его к себе. И когда тот подошел к нему, спросил его, чего ты хочешь от меня? Он сказал, Господи, чтоб мне прозреть. Иисус сказал ему, прозри, вера твоя спасла тебя. И он тотчас прозрел, и пошел за ним, славя Бога, и весь народ, видя это, воздавал хвалу Богу. Толкование. Горячность изнутри двигала им, заметь, и благодарность исцеленного, ибо он пошел за Иисусом, славя Бога, и других располагая к прославлению его. В прошлом году мы вот эту плотину спасали. Вот эту плотину. И там сваи были заготовленные. По всей плотией идти туда-сюда. Я две сваи брал. Две сваи мне было тяжело. Я столько дней, три, наверное, поработал. Пошел, что посмотрел, и у меня кровь идет. Прямо кровь. Ну и понял, что-то оторвалось у меня там это. Серьезное дело, кровь. А я даже не ощущал, как будто бы где-то... И вот в интернете выставлено, и вчера один зашел и говорил. Вы помните, как было у вас в прошлом году, вы таскали там по две жерди. Он не знает, что сваи или жерди-то. Свая такая, а жерди, руку точно. Вы этого не делайте. Но сейчас меня сильно упрекать. Он брал по силам, шил палатки. Шил и иголки, взял и пошел в другое место. Что ж, шил, мы не знаем, изготавливал. Или шкура не были. Вот так, в общем, шил, этому никто не может. А туда, а в кило, и в кило, и в кило, и в месло занимались. Та же палатки были. И в магазин не пойдешь, надо было где-то. И когда вот это вот, смотришь, посторонний человек, и так заботится где-то. А почему, вот это все время, все из семьи, сейчас ваше смотрим. Мне недавно один из священников позвонил. А что вы ставите такое, 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 простое, это, надо, какие угодно все. А я, сейчас вот мы ездили. Вот, Елена Анатольевна, Игорь Александрович ездили. В Корченский светсовет. Я прихожу, паспорт, раз, она на меня. А она, Даша, не секретарь. Такой. Посмотрела, А Даша, а почему вы нас на собраниях себе не приглашаете? Я говорю, вам зачем быть на наших собраниях? На дороге не всегда, там, альтож. Лесная бывает. Вы или берете, или не берете. Я говорю, а лагерь, музей-то превращается. А, значит, ну что? Я говорю, берете или не берете? Мне больше не надо ничего. Нет, значит, я сейчас еду в прокуратуру, и все. Она, подписки, мы все это засняли. Игорь стоит и все снимает. Ночью, утром сегодня, я в 4 часа ночью поставил, и уже пошли органы. Что интересно, прокуратура района. Игорь начинает снимать на улице, прокуратура, я иду, он сзади снимает, по ступенькам заворачивает. Здравствуйте. Я подхожу, я ей на стол тоже, паспорт. Она еще не знаю, что, но она взяла, сипетаршика, посмотрела. Все, я ей дальше первое, что я доверенное лицо потеряю. Вот, по всем ходатайце. Дальше еще два собрания наших, которые... И в это время заходит начальник, полковник, начальник всего этого, всей прокуратуры. А у нас съемка идет. Зашел один человек, но не знаю кто. Я не раз слышал, Игорь говорит, но он с вами поздоровался. Я тогда вернулся, когда вышли на улицу. Ты что ж не сказал? Я вернулся и поздоровался. Чтобы по совести было. Кто-то скажет, ты помнишь? Вот так. И это все заснято. И они... Обычно, почему ты меня снимаешь? Я не хочу уберить их. Анна не секретарша. Начальник милиции, полиции теперь, не один. Почему? Потому что закон мне это разрешает. 330-я статья Уголовного кодекса, которая их будет давить, если они будут запрещать мне. У нас пять мест в России. Пять. Где нельзя снимать. Первое. Когда закрытое совещание Государственной Думы. Закрытое, а не просто так. Второе. На территории таможни. Потому что там все время, видимо, крутятся большие деньги. Я понимаю, что... Третье. Газовое, электрическое какое-то, министерское. Вот в этих тоже что-то там скрывается. Снимать военные корабли и с военных кораблей. Все. А остальное я могу снимать, никого не спрашивая. В магазине. Я там зашел в магазин и давай все это снимать, фотографировать, вспышка. Обычно как. А что вы снимаете? Не один. Рядом с прокуратурой. Не один. Второе. Это 19-й туроп 1 по гражданскому кодексу. Я сниму. Он снимает. Вышли, есть в ухо никто. Трудно еще и знать закон. А напротив пришли в администрацию, в Мамутово. Он там за... А я не хочу, чтобы снимали. И она побежала и призвала охранника. Я говорю, прокуратура рядом. Я сейчас иду на вас подам в суд. Прямо сейчас же. Вы превышаете свои полномочия. Я имею право снимать. А теперь законодательство дает. Право. Конституция дает. И они отступили. И уже ни на шаг не отходило. Она побежала, все сделала. И тогда вышли. Там все стоит. Я говорю, вы сидите, знайте законы Российской Федерации. Все засняли. О которой корреспондент была. Лена говорит, что вроде полчаса собеседовали. До того она расположена. Сейчас осталось книги подарить ей. Понимаешь как? И везде мы говорили о Боге, о вечности. Вот несколько слов, но люди слышали. Что мы это делаем? Дать опыт, как без денег, без всего, 45 лет просуществовали. Государство ни руля не дало. Это последние годы мало было. А тогда у меня в среднем было 189 человек в год. И что? У нас отдельная баня, отдельная колодец, отдельный вигвар. Отдельно лабос, отдельный тестовес. Еще здесь, которые здесь есть. Склады для хранения, одежды и прочее. То есть мы уже побелели, все. Теперь только дать знать. И могут быть люди, кого-то заинтересуют. Миллиарды рублей не надо будет отпускать. Ну, конечно, так сходу не сделаешь. Надо, чтобы тебе были расположены люди и помогали. Пошли. Глава 19. 1 по 10 стихи. Потом Иисус вошел в Иерикон и проходил через него. И вот некто именем Захей, начальник мытарей, человек богатый, искал видеть Иисуса. Кто? Но не мог за народом, потому что мал был ростом. И забежал вперед в лес на смоковницу, чтобы увидеть его, потому что ему надлежало проходить мимо нее. Иисус, когда пришел в это место, взглянув, увидел его и сказал ему. Захей, сойди скорее, ибо сегодня надо мне быть у тебя в доме. И он поспешно сошел и принял его с радостью. И все, видя то, начали роптать и говорили, что он зашел к грешному человеку. Захей же, став, сказал Господу. Господи, половину имени моего я отдам нищим. И если кого чем обидел, раздам вчетверо. Иисус сказал ему. «Ныне пришло спасение дому сему, потому что и он сын Авраама, ибо сын человеческий пришел взыскать и спасти погибшее». Толкование. Господь похищает самые крепкие сосуды у дьявола и разрушает его города. «Ибо смотри, как он не только мытарь сделал своими учениками, но и старшего между мытарями Захея пленяет во спасение. А что мытарь существенно, существо низкое, а старший между мытарями, как начальствующий в злобе, еще более гнусен, в том никто не сомневается. Ибо средства к жизни мытарь приобретает не иначе, как от слез бедных. Однако же этот старший между мытарями не оставляется в презрении, но оказывает гостеприимство и в воздаянии получает спасение. Ибо когда он побежал увидеть Иисуса и для сего взлез на смоковницу, Господь усматривает его прежде, чем он сам увидел его. Так Бог везде предваряет нас, лишь только увидит нашу готовность. Иисус, увидев его, повелевает ему скорее слезть, так как он имеет быть в дому его. Захей не умедлил, ибо не должен уклоняться, когда повелевает что-нибудь Христос. Но слез и принял с радостью, хотя многие роптали. Он начал сеять без пощады и отдал не что-нибудь малое, но все жизненное. Ибо и то самое, что он удержал, удерживал для того, чтобы иметь возможность отдать обиженным. Сим научает и нас, что нет никакой пользы, если кто, имея богатство неправедное, милует иных, а обиженных оставляет без внимания. Если кого чем обидел, он возвращает четверо. Сим самым вознаграждая убыток, причиненный обиженному. Ибо истинная милость не просто убыток возвращает, но и с прибавлением, согласно закону. Ибо закон заставлял укравшего уплотить в четверо. Исход 22.1. Если даже до точности рассмотрим, то увидим, что у него решительно ничего не осталось из имения. Ибо половину имения он отдает нищим, и у него осталась только половина. Из этой оставшейся половины он опять возвращает четверо тем, кого он обидел. Поэтому если жизнь этого старейшины мытарей состояла из неправд, а он за все, что приобрел неправды, возвращает четверо, то смотри, как он всего лишился. Всем отношением он оказывается мудрствующим, выше закона, учеником Евангелия. Так как он возлюбил ближнего более чем себя. И это не в обещании только, но и на самом деле. Ибо не сказал, отдам половину, возвращу в четверо, но вот я даю, возвращаю. Он знает наставление Соломона. Не говори, пойди и приди опять, и завтра я дам. Притча 3.28. Христос благовестует ему спасение. Ныли, говорит, ты даешь, ныли тебе спасение. Ибо словами дому сему, без сомнения, указывает на Захея, получающего спасение. По дому, разумеется, Захей, потому что бездушное здание Господь не назвал бы сыном Авраамовым, а очевидно, назвал так одушевленного хозяина дома. Назвал его сыном Авраамовым, быть может, потому, что он уверовал и оправдался верой, а может быть и потому, что великодушно призрел богатство и возлюбил бедных подобно сему патриарху. Примечай, Господь назвал Захея сыном Авраамовым теперь, когда увидел в нем сходство в образе жизни. Не сказал он, потому что и сей сын Авраамов был, но ныне есть. Ибо прежде, будучи старейшином, мытарь и сборщиком податей, а с праведником, не имея никакого сходства, он не был сыном его. «Всяк, кто старше многих в злобе, мал бы полным ростом, ибо плоть и дух противоположны между собой, и потому не может увидеть Иисуса за народом, то есть смущаемый страстями и житейскими делами, не может видеть Иисуса действующего, движущегося и ходящего. Приходит в сознание и влезает на смоковницу, то есть презирает и попирает всякое удовольствие и приятность, которые означаются смоковницей. И таким образом, возвысившись над собой и полагая восхождение в сердце, усматривается Иисусом и сам усматривает Его. Тогда Господь говорит ему, сойди скорее, то есть через покаяние ты пришел на высшую жизнь, сойди же через смирение вниз, чтобы высокомерие не обмануло тебя. Смирись скорее, ибо если ты смиришься, то мне надо быть у тебя в доме. Ибо на кого я презрю? На смиренного и сокрушенного Духом и на трепещущего пред Словом Моим. Исайя 66, 2. Ну а так спросите, у кого мысль возникала, когда ты обратился и где-то отдать под такой, в какой-то ситуации. Ну, для тебя как-то это слово живое было или не было? Он говорит, кого половина отдам, а кого обедут четверо. Или ты так рассчитал, раз, ну, твой третий уже научил. Но а в жизни твоей был такой момент, когда ты как-то соприкосновался, что эти слова заговорили к тебе и ты поступил так? Ну, лично в моей, то есть, вот он конкретно, там, конкретно он обижал кого-то. То есть, это было прям, то есть, это его была работа, естественно, он многих. Вот. И, наверное, это были не просто там, там, нечаянно толкнул-то, забыл. Вот. А конкретные люди, там, слезы и так далее. Естественно, он им знал. Вот. А если, как бы, этого не было, может быть, в чем-то в другом было, там, ну, не так ярко выражено. А поскольку он говорит, вот я сейчас уверовал, я отдам в половину, по всей видимости, хоть он и сын, вот, сына храма, а не все евреи, там, может быть, и, там, не знаю, закон сдал, может, он не верующий был, а мы, как бы, в вере с самого детства росли. То есть, ну, как бы, я отлично за себя говорю. Ну, это ты взял только так, где обманул. Но, может быть, это как-то и по-другому, не только когда обмануть. Писание, оно такое разворот даёт, что там как-то... Просто поведение начало меняться, уже избегаешь таких поступков, которые раньше думали, а, ладно, можно и так, схитрить. Теперь уже как-то это... Да, то есть, теперь уже понимаешь, уже, как бы, с возрастом поведения, что лучше я не буду делать, даже, там, и неверующий уже говорит, да, ну, я лучше не буду там воровать, потому что знаю, что потом в десять раз больше потеряю. Да, да, да. А уж ты, тем более, да, мне это не надо вообще. Я бы Господь еще сильнее накажет. Я спросил, не смущая, но у меня в жизни была так. Вот когда я проповедовал мне, люди расположенные подходят к сулитию. Я не могу отбить их. Я только стал говорить в один карман сулит, в другой, а не где-то, говорю, около Кремля. Только выше, прямо около Кремля. И я для тебя взял правило. Если мне сонно, я ношу 10 рублей, то эти 10 рублей я должен отдать и приложить им свое. Я как огня боялся этих вот запроповедь, чтобы слово горе проповедовало, мне приходило. Я знал, чем они больше мне дают, тем я делаюсь более нищим. И я этим отбивался. И поэтому я говорю, а руками зажимаю карманы, чтобы сейчас не положили. Да ко мне дали. Ну, дали обиды никакой не было, дали. Ну, вот я в это правило, и не то, что хотел, а по совести понимал. Я не за денег, я могу сказать, не за деньги я проповедовал. Потому что приходится иногда в поезде, где едет заваритель, и люди видят, какое... Мужик увидел, как мы одеты где-то, он вносит новый костюм. Я говорю, что мужик, ты так одет, а дождь пошел. Ну, возьми. Я говорю, ты что, мужик, я еще за костюм ходил у тебя. И как скорее с этого два. Люди расположены, они понимают. Я говорю, я должен тебе? Я говорю, должен. А ты-то мне что сказал? Пришел. В мой дом спасения пришло. Ты-то мне в сто раз больше дал-то. Ну, на это уже я не шел. Это я дал. Не мое, даром получил, даром даю. А не так, что требуется победить. Вот сейчас церковь сделала за каждое имя, которое поминать деньги. Сколько имен? Так, 20, 40, 60 рублей за троих. На сколько дней? Все рассчитали. Сейчас вот священники крестят и сразу спрашивают. А вас как крестить? С погружением или без погружения? Ну, и разница большая. Если без погружения 300 рублей, а если с погружением 3000, то мне зачем о погружении? А на разнице никакой нету. А все это всего. На воду. Воды, говорит, нету. Или чего нету? Люди пишут. Ну, почему так? Прямо великий дискурат. Это что такое? Какие-то ворота люди затащить. Это ни один, ни два люди жалуются. Особенно у меня снимок есть. Патриарх Кирилл стоит, держит ребенка вот так. Голова наклонена вот так вот. И вот так его прижал. А там ножки держит, видно, отец. А тут, видно, два митрополита или кто-то стоят. Непонятно даже. А там кто-то улыбается, видно, мать. И тут купель. И Патриарх Кирилл вот так вот ладошкой. А ребенок одет, одеждой. И он вот так вот берет и ладошкой ему, ну, мокрой, гладит. И это в снимок выставлен на международное обозрение. Согласно канону, продолжит сегодня же мы здесь вернуты. Я говорю, смотри. Старобрядцы, беспополцы, держаки разбились больше, чем на 50 названий. И за 300 лет ни одного никого не мочили. Все до одного погруженные. Баптистов ни одного за 300 лет нету, чтобы не был погружен. Но Адвентистов за 200 лет. Свидетели его за 100 лет они как появились. Православные вот эти. Это никуда не годится. А говорить надо. Так они делают. И делают, доглядываются. Теперь люди прямо будут наши материалы показывать. Какое крещение? А раз не было крещения, никого это не христианин. Это обман. Это очень... Ну, сегодня еще не как, где-то строят купели. А в другом месте еще сопротивляются. Но уже крестят. Интересно. Воина Лука и Синевский, он совершенно не признавал вот это мочение. Всех крестил заново. Это не крещение. Отсюда едут люди. Вот у нас еще приедут для крещения. А едут на пункт. Они недалеко. И приезжайте на пункт. Приехали. А монахи все выше там геют. И говорят. А вот это ваше мочение, что делать? Это обман. А они православные. Крестят их. Прямо в какой-то море. Иргейское какое-то. Вот такое дело. А то говорит. Говори, не говори. Бесполезно. Нет, это не так. Слово мое, не бывает щетное, Господь говорил. Оно исполнит то, для чего я его послал. Нам это открыто. Открыто. Не молчи, свидетельствуй. Будут, говорит они. Слушайте. Вели будут. А ты говори. Этим ты оправдаешься. Оно исправдаешься. Ваши, возможно, все вещества? Да. Пожалуйста, по-настоящему, пожалуйста. Достойно есть от Бога истину, Блажите Тя Богородицу, Пресноблаженную и пренеборочную, И, Матерь Бога, нашу, честнейшую Херрумин, И славнейшую, без сравнения, Серафим, Без искрения Бога, Слово рушую, Сущую Богородицу Тя величайя. Отец Небесный, мы благодарим Тебя За это тихое, мирное время, За сегодняшний день, За эту возможность, Господи, Собираться, изучать Слово Твое Святое. Благослови нас, Господи, Сохрани. Дай, Господи, нам Слово Твое Принять в сердце, поступать по Нему. Укрепи вере в нас, Господи, детей наших, Всех путешествующих, Пашли Ангела-Хранителя, Сохрани их, Господи, Страждущих утешь, Болящим помоги, Господи, Укрепи их. И да будет, Господи, имя Твое благословено Всеми народами по всей земле За все Твои чудные дела Для нас недостойных. Аминь. 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 Спасибо.